Как происходит работа с каналом? То есть роликов много, это каждый день. Какие обязанности у тебя? Может быть менеджер YouTube это все делает там механику ручками, вот как это устроено? Какая механика работы? Мы всегда собираем ролик, его отсматриваем, я выбираю, что в сайт на превью, предлагаю, то предлагаю название, пишу текст описания, исходя из названия, подбираю теги с помощью программы vidIQ, ну плюс, сам понимаю, что может попасть в тренды, что нет, и все это согласовываю. То есть каждая обложка проходит согласование, каждое название проходит согласование, каждые теги я не согласовываю. Соответственно, у нас может быть иногда даже две обложки в первый день живого трафика, и второй, когда включается, допустим, Google Adwords, да, он прошел модерацию чуть позже, и мы сравниваем конверсию, какая обложка была лучше, такой показатель есть в новой бета-версии студии YouTube, то есть YouTube рекомендует 100 тысячам людей нас, и, допустим, пять процентов кликает на нас, а по другой обложке кликает всего три с половиной. Конечно же, мы оставим ту, у которой пять процентов конверсия в клик. То есть проходит три дня, когда аналитика подтягивается, мы смотрим за первые 2-4 часа и за следующие 2-4 часа? Там каждый день есть общая средняя конверсия обложки, есть за каждый день, и мы смотрим, какая была в первый день, какая была в второй, и потом уже смотрим дальше, какая она дальше идет. И вот наблюдая и сравнивая обложки, то, что вот сейчас обложки у Косенко, это с теми рекомендациями, которые были из полученного опыта, может быть, ты расскажешь, может, прям покажешь обложки, почему вот так вот делаете? Ну понятно, яркая картинка, может быть, известные личности, что цепляет больше, если вы сравнивали эти обложки? На самом деле максимальная конверсия, которую мы добивались порядка девяти процентов. На самом деле все равно люди кликают на известных людей, им это интересно. То есть если есть Айза, там бывшая жена Гуфа и жена Тимати, да, то на нее кликают. Если там есть Петр Осипов, он известен как основатель бизнес-молодости, на него все равно кликают. Если это Романович, Сергей, известный актер, на него все равно кликают. Плюс всегда должна быть какая-то интрига и цепляющая надпись. То есть человеку какая-то эмоция на лице, какая-то интригующая надпись, что хочется кликнуть и узнать, а что же там внутри. И каждый раз это по-разному. Опять же, YouTube может тебя порекомендовать одной аудитории, может другой. Как она среагирует, ну непредсказуемо. 70 процентов трафика идет с телефонов, как известно сейчас в 2018 году. И чем крупнее текст и обложка, тем лучше. Люди пытаются нарисовать там общий план какую-то, сделать целую композицию, а надо сделать что-то крупно, ярко, чтобы это на телефоне зацепило тебя и ты кликнул. На дизайнер делает обложку, понятное дело? У нас есть штатный дизайнер и есть мой личный знакомый дизайнер, который делает для YouTube, для многих блогеров. У него есть свое видение, он как бы понимает тренды YouTube, понимает, на что кликают, на что нет. Иногда рисую я, когда он занят. Конечно, мои обложки заходят хуже. Большую часть делает дизайнер. А вот дизайнеру ты соптимизировал ролик, ты просто скидываешь его дизайнеру и он сам придумывает, что писать? Нет. Или какое-то ТЗ есть? Да, я всегда пишу дизайнеру ТЗ. Обязательно фон должен быть другой, то есть крупный план, то есть вырезанный человек или его лицо, какой-то второй человек в кадре, если это там интервью, либо что-то. Обязательно текст, который мы согласовали. Мы иногда переделываем по три-пять раз, текст, который на обложке. Вот, то есть дизайнер хочет от меня всегда ТЗ, но я даю возможность ему предложить варианты. Не всегда он угадывает, не всегда я, и в итоге принимается решение, какое решили вместе командой, ну и Сергей. Окей, а мы можем пробежаться по нескольким роликам, ты расскажешь, там, вот почему именно такой заголовок сделал, может быть какие-то фишки записать, ну немножко какую механику, связанную с оптимизацией. Смотрите, вот одно из самых высоких показателей, да, это хайповая история, где маржа, которая связана была с Портнягиным, и насколько я помню, у нее самый высокий показатель. Где маржа, это известный хайп, который был с Портнягиным и в первый месяц, в первый день просмотров он достиг у нас больше 12 процентов. Вот, 11,9, дальше в другие дни чуть меньше, но средний все равно 6,9. То есть это всегда интрига, обычно вопрос и одно-два персонажа на картинке. Соответственно, мы сделали фон, это был первый нулевой выпуск, когда канал исполнился год, вот, и потом мы стали также называть номера у выпусков. Сейчас, в принципе, когда идет влог каждый день, то мы продолжаем их также называть. Ну вот, где маржа, это прям самая больная точка, и в нее попадает, из-за этого это хорошо сработало. Розыгрыш, естественно, тоже может сработать. Ну вот. Попал в ДТП. Да, попал. Ну то, что тоже. Да, попал в ДТП, мы думали ставить на обложку, например, да, и вот это два ключевых слова ДТП, розыгрыш, плюс оно цепляет. То есть ДТП, это всем всегда интересно, кто, что. Афоня и Гаврилин, тоже мы по Гаврилину попали в топ на 10 место, насколько я помню это видео. То есть в первый день у нас 7,2. Это хороший показатель. В среднем он у нас по Ютубу от 2 до 10 процентов, начиная от 8 процентов примерно, видео почти всегда попадает в похожие кому-то, и там как-то задерживается по обложке. Вот такой лайфхак расскажу. То есть стремитесь, чтобы у вас было 8 процентов, это хорошо. Если совсем хайповая тема может в первый день достигать и 20 процентов, как то видео с дневник хача, вот у этого было 22 процента в рекомендациях. Дневник хача и трансформатор, да, ну совсем хайп-хайп прям, да. Я бы рекомендовал просто делать либо улыбки и смех, либо наоборот ужас и какое-то опасение, в любом случае, да, как драматургия, какие-то должны быть эмоции. Текст, который интригующий, крупный текст должен занимать там одну третью экрана точно. Казалось бы, интересная косинка спасает от коллекторов, но, видимо, не очень яркая. Может быть, все-таки бабушка не всех зацепила. У нас 5,5 в первый день, потом меньше. Среднее 4,5. Ну, я еще смотрю на оптимизацию заголовка, там, как выбраться из долгов. То есть все время плюс к хайповым там фамилиям, которые можно прицепиться как в похожие, добавляются какие-то популярные ключи, там, таких часто задаваемых вопросов, так сказать, или правильно я понимаю? Да, YouTube это всегда how to, то есть, как что-то сделать. Больше всего в топ попадают такие запросы, как чему-то научиться, и мы стараемся это использовать, если это подходит под видео. И в целом, вот, последнее покажу. Петр Осипов, например. Ну, эксперименты над людьми, это М3,4. Да, Петр Осипов, эксперименты над людьми. Он действительно там проводит, как бы, эксперимент, об этом рассказывает, это из видео. И, да, соответственно, в первый день у нас был самый большой трафик, 7,4, дальше 6,7, очень неплохой показатель. И вот 5,8, в средней тоже очень неплохо. С точки зрения описания, что вообще в оптимизации, по твоему мнению, больше задействовано? Только заголовок или что-то все-таки описание дает? Прописывание ключей из тегов в описании, насколько это важно? Когда уже раскручен канал? Я скажу так, никто не знает до конца, насколько это важно, но по-прежнему работает то, что ключевое слово должно как минимум из названия два-три раза попадать в описании. Тогда YouTube видит, что об этом действительно. Третий момент, который YouTube внедрил, это ваше слово, которое вы написали в названии, в описании. Оно должно быть в речи. YouTube уже давно распознает слова, и он автоматически добавляет субтитры. Можно зайти в субтитры, увидеть все ваши слова, которые вы произнесли, и их отредактировать. Ну, то есть там поменять окончание и так далее, или добавить еще одно. YouTube, то есть он из аналога превращается в цифровой формат, и он смотрит, а не кликбейт ли это. То есть название написали одно, в описании то же самое, а говорят совсем о другом. Как же так? Что-то здесь не так. И поэтому нужно редактировать субтитры, и туда добавлять тоже по возможности ключевых слов, ну если, конечно же, они как бы есть. Но YouTube после первого анализа, он видит, что субтитры отредактированы, что все поправлено, ребята стараются и доверяют субтитрам. То есть если вы хотите какой-то кликбейт и подраскрутить видео, ну редактируйте не только название и описание, но еще и субтитры. YouTube это потом помечает, что субтитры тоже отредактированы. Он прям в ролике показывает надписи субтитры, то есть они есть, они новые, они изменены. Супер, мы пробежались по Сергею Косенко, очень интересно. И есть еще несколько каналов, которые связаны с бизнесом, какой-нибудь из них, как бы задачи канала, при том, что это очень узкая ниша, что это дает, как видео используется для этой компании, насколько она помогает. И зачем вообще YouTube канал, вот на примере Outel, например. Ну да, на данный момент сейчас уже не работаю с Outel, но более полгода работали. Outel, Grundbaum, это два канала по автомобильной тематике, где оборудование для автосервисов, достаточно дорогое оборудование, да, там стоимостью примерно плюс-минус 100 тысяч рублей. И очень узкая аудитория, которая готова покупать такой прибор себе, не дешевый за 10 тысяч рублей, а за 100, который может диагностировать любую машину, делать с ней все, что угодно, перепрошивать карты, перепрошивать мозги и так далее. Ну, по этой тематике понятно. Да. И с точки зрения бизнеса на них нет больших просмотров. У канала там, с точки зрения YouTube, да, это небольшой канал. А давай откроем. Да, давай. Это 3000 просмотров всего. Давай Grundbaum, что ли. Канал Grundbaum, посвящен оборудованию, имеет всего 3000 подписчиков, но, тем не менее, он рассказывает о всех тонкостях работы, то есть то, что автомеханик не знает и, может быть, не умеет, он может прийти сюда, как обучающий курс, бесплатно пройти, просмотреть. И самый большой, то есть это брендовая история, и эти видеоролики встраивают на лендинг-пейджи, которые повышают доверие при покупке. То есть люди, если не убеждены, они смотрят видео и понимают, что, блин, будут все ролики, обучающие о том, как же пользоваться этим устройством, и у нас всегда сможем разобраться. То есть нет такого, что мы за 100 тысяч покупаем что-то, и непонятно, как этим пользоваться. И если посмотреть, что попало в похожие видео, то самый большой – это как проверить регулятор давления Common Rail. То есть это более общий запрос, который попал в похожие видео к большому. Видео там на 100 тысяч просмотров. И оттуда, благодаря хорошей там обложке, да, было что-то интересное, двигатель что-то там показывают, мы получили там много просмотров, и люди, то есть которые просто разбирались с регулятором давления в каком-то автомобиле, поняли, что это можно не руками как-то проверять, а крутым прибором. И начали смотреть и принимать решение, а стоит его покупать, не стоит, уже зашли на сайт там и так далее. То есть на этом сайте уже напрямую есть официальный сайт, можно перейти и можно сразу увидеть стоимость самого там от 37 тысяч. И здесь как раз то самое видео, как это работает, да, как вообще им пользоваться. Это привязано к конкретному видео или это их основной сайт, или это лендинг этого продукта конкретно? Это основной сайт, основной сайт, который приносит заявки. Соответственно, там видео не на главной странице, оно как второстепенное, обучающее и так далее. И, конечно, все это фиксируется переходой. Из моего опыта конверсия через видео и далее в продажу может достигать такой же конверсии, как с сайта. То есть если люди пришли по рекламе на сайт и сделали заявку, такая же конверсия, когда люди пришли через видео на сайт и потом сделали заявку. То есть если сквозную аналитику посмотреть, то через видео конверсия, пришедшие через видео конверсия уже в леда, такая же, как с контекстной рекламы. То есть у нас конверсия на сайте с YouTube такая же, как с контекстной рекламы, при том, что она идет в основном с органического трафика. Органический трафик с YouTube такой же, как с платной рекламы в контекст. Можно сделать такой вывод, но по цене леда мы здесь не можем говорить стоимость. Мы не замеряли цена леда с YouTube. Я знаю, что у тебя был такой же опыт, ну, похожий опыт, что по идее из горячего трафика YouTube должно быть более эффективная реклама. Но это вот именно то, что... То, что мы расскажем в видео на канале. На моем канале. Павла Доктора. Вопрос такой, какой плюс для бизнеса от наличия такого канала? Я сейчас формулирую, что ты говорил. Первое, мы делаем видеоролики, которые показывают будущим покупателям, что эта система, мы вас не кидаем, мы показываем, как она работает, что нужно делать. Те, кто ее купил, это как такая инструкция, как работать. И они, как раз, может быть, основа трафика в том числе. Это видео, присутствующее в YouTube по этим низкочастотным запросам. Может быть, не обязательно низкочастотным, но это узкая ниша. И по ним вы наверняка вышли в топ по многим запросам. То есть, если кто-то вдруг интересуется такой системой, он начинает видеть ролики данной компании. Какие еще плюсы от работы с YouTube-каналом? То есть, например, какая-то подобная компания думает, вот ей нужен YouTube или нет? На мой взгляд, YouTube нужен всем, потому что YouTube – это бренд, это лицо. Очень много, когда перед тобой лендингов, где красивые надписи, красивые картинки с фотостоков, но нет понимания, кто за этим стоит, как это работает. И когда вживую показывают, а как же оборудование работает, а что мы можем сделать. Он стоит 100 тысяч рублей. Мы можем с ним работать как с Mercedes, так и с Kia, и с любым брендом. И показывать вот это, вот это. И продавать себя как эксперта с помощью этого прибора дороже. И тогда человек понимает, хорошо, я с помощью этого прибора заработаю больше. Я теперь понял, что я с ним смогу уметь. Я не боюсь его покупать за 100 тысяч, потому что я разберусь с ним. То есть, это бренд, это доверие. По сути, это бренд и доверие основная часть. Плюс со временем, с органикой, либо с рекламой, если ты за рекламу смог убедить, за 30 секунд приходят и заявки. Ну, уже вторая, как бы. Вторая часть. Поэтому я считаю, что YouTube – это работа в долгую. На нее нужно всегда выделять время, продумывать. Может быть, за раз снимать несколько роликов, как мы это делали. За день снимали 4 ролика. И это все равно очень большая репутация. В этом году мне звонил генеральный директор Кирилл Викторович и сказал, что они получили награду. Вот на последнем видео. Они получили награду за лучшую компанию. Соответственно, компания Outel получила награду «Лучшее диагностическое оборудование года» по версии премии «Золотой ключ 2018». То есть, как бренд, их признали на рынке. И мне сказали, Павел, спасибо за работу, которую мы проделали, потому что в целом мы номер один, то есть смотрят на лидеров и покупают, соответственно, больше у нас. То есть мы в топе как и по имиджу, так и по всем ключевикам, которые низкочастотные в YouTube есть. То есть наше оборудование покупает не у другого дилера за такую стоимость, а у нас, потому что мы бесплатно даем YouTube-канал, мы поддерживаем, мы рассказываем, как работать с оборудованием бесплатно. То есть, получается, мы даже говорим не то, что о YouTube-канале, мы говорим о видеомаркетинге в целом. То есть мы говорим о создании видеороликов, которые раскрывают экспертность компании. И не обязательно только на YouTube. Эти ролики можно в социальных сетях использовать, и в том же Инстаграме делать версии вертикального формата, и через какие-то другие блоги, влоги. То есть много инструментов, но YouTube – это как основная площадка, которая тоже помогает, приводит к результатам, и она и как хостинг, собственно, является. Да, вторая площадка по поиску в мире после Google. Первое, что показывает YouTube по слову, там, запрос плюс слово видео, это будет, конечно, YouTube-овский ролик. Это не Инстаграм, поэтому все ищут все в YouTube, поэтому, да, мир цифровой сейчас, все видео смотрят с телефона. И получается, что если у нас даже узкая ниша очень, это не значит, что нужно, нет, у нас не будет трафика, зачем идти в YouTube, мне кажется, именно там, когда все друг на друга похожие компании, если у тебя будет YouTube-канал, влог и вот это вот содержание, те полезные советы по этой узкой нише, то это будет главным ключевым преимуществом, скорее всего, данной компании, что, наверное, было сделано для данных. Да, правило такое, как и в инфобизнесе, чем больше мы отдаем, тем больше мы получаем. Нужно отдать что-то бесплатно, максимально полезно об этом рассказать, и люди тебе доверятся, у тебя будет кредит доверия, в отличие от всех других лендингов и компаний, которые существуют по рекламе. И еще в далекие 50-е или 60-е о Гилве написал в книжке своей о рекламе, что он рассказал все секреты рекламы, как он ее делает, другие рекламы, которые сказали, что ты сумасшедший, люди начнут делать рекламу сами, зачем ты все рассказал, а в итоге он получил большой приток клиентов к себе, потому что ему поверили, сказали, вот он все честно рассказал, как это есть, мы, конечно, пойдем к нему, он профессионал. Круто. И вот сейчас нас послушали, или уже, может быть, сами пришли к этой мысли, что да, нужно, мы так хотим по из-за стратегии действовать, но денег мало, может быть, мы сделаем сами, и это можно делать и нужно делать самим на первом этапе обязательно. Ну вот, как видеомаркетолога, какая твоя основная задача в функции донести эту экспертную информацию до их потенциальных клиентов бизнеса? Ты зачем нужен как видеомаркетолог и твоя команда? Ну, в первую очередь, есть опыт успехов и неуспехов, да, то есть я могу рассказать кучу неуспехов, которые не стоит делать, потому что они скорее не сработают. Это первый момент. Второе, там, я долго обучался Ютубу и всем настройкам, которые сэкономят вам время, да, и деньги, соответственно, которые вы, ну, как минимум время вы свое сэкономите, потому что нужно проходить обучение Google AdWords, да, там сертификат сдавать, чтобы нормально его настраивать. Второе, нужно в Ютубе тоже понимать, что сработает, что выстрелит, а что нет. Какая коллаборация сработает, какая нет, какой тип формата зайдет, какой нет. Даже как настроить бизнес-рекламу на Ютубе, да, в первые пять секунд, что сказать, как привлечь внимание, нужно это уметь или хотя бы провести ряд тестов, чтобы понять, что выстреливает больше. То есть можем снять пять дублей бизнес-рекламы и понять, что выстреливает, а что нет, и уже на этой аналитике сказать, ну, вот в это мы будем вкладывать деньги в рекламу, а вот это нет. Но вместе с этим люди все равно могут снимать сами, смотреть эффективность и уже после своего опыта, положительного или нет, приходить к профессионалу, как часто и бывает. Есть рекламные источники, которые не всегда работают, нужны только для рекламодателя. Это какие-то дешевые просмотры и показы, да, в Google AdWords, но они совершенно не приносят трафика такого, который будет генерить лиды, да, будет генерить подписчиков. Вот, есть, соответственно, очень много настроек, 500 настроек в Google AdWords, как все-таки выбрать свою целевую аудиторию, которая точно, может быть, будет дороже, да, но она точно будет целевая, и с конверсией придет точно на заявки, и вы уже сами их закроете в продаже. Ну, если про бизнес говорить. Расскажи о тех экспертах, которые тебе нравятся в области YouTube и видеомаркетинга. Я люблю. Наши и зарубежные. У меня есть целый ролик про экспертов, вот, его не очень любят наши русские эксперты, потому что все говорят по-разному, вот. И я обучался, ну, самым первым, с кем я познакомился, это Денис Коновалов, вот, в YouTube, вот, еще в 15-м году, когда первый раз YouTube проводил Video People, вручали первые золотые кнопки. Ему доверяю очень сильно, вот. На втором месте, наверное, это Эльдар Гузаиров, вот, потому что, ну, он харизматичный, с ним интересно, общаться с ним легко. Вот почему, как бы, я больше его слушаю и смотрю, потому что с ним интересно. Периодически выступает на конференциях, мы встречаемся в Москве, то есть я у него обучался. Из российских, наверное, еще есть парочку, но они менее известны. Я скажу еще VideoSeo, VideoSeo, это Сергей Войтюк, вот, он тоже... Канал VideoSeo. ВидеоSeo канал, да. Заполнен там много запросов. Сергей, да, Войтюк, он тоже YouTube Certified, как и Денис Коновалов и Сергей, они YouTube Certified, сдали экзамен по YouTube, развитие канала, это уже что-то значит. Значит, из американских, смотрю, многих, но больше всего нравится экспертность, мне кажется, это у Дэрол Ивс, вот, американец, кто же в возрасте, там, ему за 40, по-моему. Он ведет несколько миллионов каналов или довел с нуля, там, до миллиона подписчиков или миллион просмотров в месяц, и он работает с крупными брендами. Он проводит раз в год конференцию, да, вот я смотрел ее онлайн, да, платно, ну, как бы, в Лос-Анджелесе, прямая трансляция. Хочется поехать к нему обучаться уже. Ну, и второй из американских, это Тим Шмойер. Он тоже видеокреатор, по-моему, называется, или Креатор Студия, видеокреатор канал называется. Они вместе коллаборации с Дэр Ливс проводят, они дружат, ну, и видно, что это люди-эксперты. Им тоже уже у них есть дети, это люди, там, примерно, 40, 37, 40 лет возраст. Ну, это люди, у которых есть опыт, я им доверяю. Вот так. Супер. Ну, в общем, ты справился на пять после обучения моими вопросами. Да. Так что еще раз приглашаю посмотреть ответное видео, которое будем размещать на канале. Да, на моем канале. Я предполагаю, что наши видеоролики, они немножко разобьются на темы, чтобы у нас не было часового видео. Да. Вот, может быть, так же и ответное. Много всего интересного, спасибо тебе огромное. Спасибо большое. До связи. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!